всем привет друзья это орландо флорида сша давненько не было прогулок по типичным жилым районом с желтыми чудовищами сейчас собственно и будет об этом видео о районах о домах о садах и так далее немножко без ты же глаз на носу у меня такая красота удалила капилляр лопнувший вот теперь придется походить недельку с такой вот блямбой все пошли вот такую красивую картину не счастливится наблюдать закат сейчас девятнадцатый год начало сентября а вот кстати многие выкрашивают вот так вот краской специальной подъезда к домам многие ставят вот такие вот столбы с флагами ну пойдем посмотрим и поговорим сливные штуки такие огромные все это уходит в я не знаю видно нет озера либо они натуральные если нет натуральных обязательное требование делать искусственные озера просто ямы такие огромные выкапываются облагораживаются травой и вперед подводятся все это тоже уже нужно покрасить в следующем более свежий заезд куда вся дождевая вода стекает очень классная конечно вещь правильная не давеча по моему той осенью моем ростове погибла девочка самом центре города что конечно является полным позором 14 лет походу по моему ей было в ростове кто знает там буденовский и такая огромнейшая яма и ничего с ней не могут сделать дожди сильны то есть там не яма прям дорога идет то есть такой холм прям и дорога идет через него и там и кафешки дома и все 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 и вот ее прям смыло и я знаю я наблюдал очень много раз картин жестких когда напротив моего дома на дороге шли просто реки реки дождевые и женщин сносилась ног сумки впереди них они следом катятся чем полный конечно ужас мужики хватают так транспорт туда не подъезжает все иду через эту реку реку транспорту к автобусу но в общем же 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 ну ладно в общем что рассказать о райончике так прохладно хорошо сейчас дело к вечеру делать нечего что называется и конечно супер не жарко ветерок значит как-то я снимал говорил по видео с другом и что-то и думает ой-ой-ой ну-ка вернись вниз покажи мне русский забор я как-то даже в этом не думал действительно заборы похоже на наши и вот кстати так называемый как колзи даки вот такие вот за ездики к домам тупиковые вообще все вот недавно видно в траву уложили это палеты заказываются чем дом надо покрасить конечно вот таких вот квадратиков либо рулона в основном квадратов укладывается вот так у трава прямо же землей с грунтом вообще же само строительство вот таких жилых районов очень интересно и продуманное и конечно не передаю вот там вот видно тоже вот она правда сухое озеро просто травой ободорожено дождевое именно построено так все что заезды в жилые районы пожалуйста и мусор вы что это непонятно что заезды жилые районы делаются так что они как бы не 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 проездные то есть вы заехали в жилой райончик под своим названием под своим каким-то там управлением да и все то есть вы вот куда заехали туда и выход выехали бывает конечно и со сквозным проездом тоже не без этого но их очень очень мало в основном все-таки это такие получается закрытого плана района монкошка кстати дикие кошки таска всякие дикарки уличная не редкость в америке это наивно полагать то что здесь нет бездомных животных вот гаражи как можно заметить завалены всякой чебурду это очень хороший случай что одна машина заезжает в основном бывает что до потолка набита всякой чебурдой но я любитель гаражей потому что это очень удобно сесть в прохладную машину также сториджи здесь общественные огромные популярные тоже люди платят по 100 250 300 в зависимости от размеров за комнату в месяц там хранят свой хлам то есть американцы как бы вроде бы на бренды не ведутся но ведутся вот на захламление и покупку лишнего действительно дальше вот все что стоит на улице это можно брать сейчас немножко распутаюсь вот стулья пожалуйста ну я не знаю кому они нужны простоявшие под дождем вот дальше гаражи вот так вот делают сеткой такими панелями сдвигающимися и и это для того делается допустим делают там игровую комнату внутри гаража и пожалуйста ворота открыли а сетку закрыли от комаров и вперед вот сбоку такой заезд сделан дом что достаточно редко в основном гаражи делаются на лицевой части и американцы тире эта машина соответственно дома гаражи как то так это очень удобно я смотрю по строительству многие в россии тоже перенимают это и делать гаражи в доме потому что ты заехал в дождь в снег неважно в солнце заехал в гараж в дом взял сумки сухой чистенький зашел в дом на кухню кино покупки пожитки и пожалуйста тебя вообще не колышет то что там с природы да у тебя происходит поэтому конечно классно на каких-то улицах вот идут вместе вот так вот кидаются эти газеты в пакетах порой вот эти вот ящики порой вместе но в основном все-таки для каждого дома естественно свой ящик понятное дело что основное садоводческое украшение это трава идеальная это все пришлось сюда с англии вот пожалуйста пример гаража полностью забиты всяким хламом но трава должна быть идеальная это уже стало даже не английским садом а именно американцам они это возвели в просто конечно в в искусство реально так что красота у многих домов одинаковые марки машины это тоже частенько случается бывает потому что какие-то акции купи одну возьми вторую грубо говоря даже в рекламах по крайней мере бывает бесплатно но я не очень верю бесплатный сыр в машу в машу ловке в общем точнее только в него верю но не без этого кто там знает что еще что еще какие-то заборы вот такие пластиковые кого-то по-хорошему вот эти сетки делаются даже без бассейна что очень удобно комары не страшны листья не страшны меньше убирать в основном все таки это конечно делают надо бассейнами такая красота вот собственно тема обширная конечно можно обсуждать ее очень долго если вам интересно пишите в комментариях возможно продать продолжение все всем пока пока хорошего настроения удачи и успехов